Для решительного удара по Москве гитлеровское командование сосредоточило огромные силы. Почти 2 миллиона человек, 1700 танков и 1400 самолетов должны были штурмовать столицу нашей родины. Под ударом такой махины советский фронт рухнул. Три немецкие танковые группы в начале сентября 1941 года атаковали позиции советских войск на московском направлении и, прорвав оборону, стремительно развивали свое наступление. За короткое время под Брянском и Вязьмой попало в окружение более 600 тысяч человек. Советское командование судорожно предпринимало попытки по восстановлению фронта. Из всех уголков страны в эшелоны стали грузиться резервные части и отправляться на запад, но им нужно было время, чтобы доехать и подготовить оборону, а дорога на Москву была открыта. Сдерживать врага до прихода подкреплений поручили 16-й армии под командованием Рокоссовского, который только что прорвался из окружения с одним только штабом. В его распоряжениях стали переподчинять всевозможные военные соединения в округе. Самой укомплектованной оказалась 316-я дивизия под командованием генерала Панфилова. Ей-то и пришлось прикрывать самый короткий и поэтому самый важный путь к Москве на Волоколамском направлении. Уже сразу, как 316-я дивизия прибыла на фронт, Панфилов приступил к активным действиям. Он приказал в каждом полку создавать ударные группы, которые уходили на десятки километров вперед, вплоть до соприкосновения с врагом. Эти отряды устраивали засады, вступали в перестрелки с немцами и постоянно беспокоили врага, не давая ему расслабиться. В этих незначительных схватках панфиловцы приобретали боевой опыт, приносили обратно первые трофеи и приводили языков. А главное, они рассказывали остальным однополчанам, что враги такие же люди, как и они, и их можно бить. Эти рассказы сильно поднимали боевой дух солдат в дивизии и уже скоро панфиловцы одержали первую серьезную победу. Сопоставляя донесения и рассказы бойцов и командиров, возвращающихся из разведки, командование дивизии установило, что в селе Середа противник устроил своего рода перевалочный пункт. Там расположились склады продовольствия, боеприпасов и горючего. Там же по пути следования ночевали и немецкие части, которые ехали на фронт. Ночью 120 человек с трех сторон атаковали это село. Бойцы врывались в дома, кололи и стреляли немцев. Они подожгли несколько складов, в том числе и хранилища бензина. Отрядом было уничтожено около двух сотен фашистов, несколько автомашин, заминированы дороги, ведущие к селу, а также были взяты трофеи и пленные. Обратно в дивизию отряд вернулся без потерь. Когда допрашивали одного из пленных о планах немецкого командования, то он встал по стойке смирно и гордо сказал «Завтракать в Волоколамск, ужинать в Москау». В ответ на эти слова по всей дивизии разнесся бурный смех. 316-я стрелковая дивизия создавалась в июле-августе 1941 года в Казахстане из жителей Алматинской и Фрунзенской областей. Она была поистине отражением Советского Союза. В нее вошли солдаты более 30 национальностей, которым впоследствии пришлось сражаться плечом к плечу против общего врага. Панфилову предстояла сложная задача – в течение месяца сделать из простых мирных жителей солдат Красной Армии. Командирам подразделений Панфилов говорил «Кто сбережет солдата в учении, не сбережет его в бою». Этот принцип высказан еще Александром Суворовым и стал основным в ходе обучения личного состава дивизии. С самого рассвета уходили советские роты в Казахские степи, где солдаты и командиры обучались вести наступательные и оборонительные бои, отрабатывали связь и взаимодействия между подразделениями, а также учились рыть окопы и строить блиндажи. Но была и другая проблема – большая часть бойцов были призывниками из деревень, кишлаков и аулов. Многие из них не видели даже автомобиля, не говоря уже о танках. Чтобы изжить танкобоязнь, Панфилов использовал сельскохозяйственную технику. Солдаты садились в окопы, а над головой у них проезжали тракторы, в которые после нужно было метать гранаты. Иван Васильевич Панфилов к началу войны был уже опытным военным. Он начал службу еще на фронтах Первой мировой в далеком 1915 году. После революции он добровольно вступил в Красную армию и во время гражданской войны служил командиром пулеметного взвода под командованием самого Чапаева, Василия Ивановича. Уже тогда в академиях не ученый, но проницательный Чапаев отмечал, что Панфилов умеет быстро осваивать новые методы ведения войны. Это умение сильно пригодилось Панфилову в другой, более масштабной, Великой Отечественной войне. 15 октября в полосе дивизии генерала Панфилова развивали свое наступление две пехотных и однотанковая дивизии вермахта. После артподготовки, когда немцы пошли в атаку, то они уперлись в непреодолимую стену защитников. Панфилов предугадал главное направление удара, и немецкие танки встретили дружные залпы советской артиллерии. Трое суток части вермахта не могли пробить оборону дивизии, и только 18 октября обошли ее левый фланг и взяли деревню Осташево. После неудачных попыток взять Волоколамск с юга, противник сконцентрировал свои усилия на правом фланге дивизии. 25 октября, прорвав оборону 1077-го стрелкового полка, немцы вышли к деревне Зубово, в пяти километрах от Волоколамска. Одновременно удар был снова нанесен из юга, где немецкие войска смогли продавить оборону красноармейцев, и к исходу дня отяснили их к станции Волоколамск. Героическое сопротивление недавно сформированной 316-й дивизии удивляло и обескураживало, как немецкое, так и наше командование. По сути, стальной танковый кулак и тройное превосходство немцев в технике и людях должны были смести защитников с лица земли. Но генерал Панфилов смог за короткое время сделать невозможное, правильно обучив своих солдат и диверсионными вылазками повысив их боевой опыт. Советские части под руководством Панфилова сражались с упорством, а понеся потери, не оказывались разбитыми. Они отступали в полном порядке и занимали новые рубежи обороны. Панфиловцы как будто вгрызались в землю и вели бои, даже находясь в полном окружении, а потом, когда спускалась ночь, выходили из-под удара. Немецким частям пришлось приложить немало усилий, чтобы сдвинуть 316-ю дивизию с места, но используя свое преимущество и накопленный опыт, немцы все-таки 27 октября ворвались в Волоколамск. Советские части оставили город и, отступив, заняли оборону восточнее и юго-восточнее Волоколамского шоссе, вновь прикрывая собой Москву. Панфилов, как военачальник, вникал в самые мельчайшие подробности боя и все брал на вооружение. Если что-то случайно получалось в бою хорошо, то уже на следующий день это было тактическим приемом Панфилова. Он буквально вытягивал из командиров полков и даже батальонов самые подробные отчеты и показывал им, что мелкие, на первый взгляд, незначительные детали боя также важны. Учился Панфилов и у своего врага. Уже после первого немецкого урока Иван Васильевич отказался от сплошной линии обороны. Малыми силами удержать огромную территорию невозможно и Панфилов перешел к обороне опорных пунктов. Теперь части 316-й дивизии удерживали шоссейные и проселочные дороги и вели бои даже в окружении, не давая немцам колоннами двигаться к Москве. Фашистов необходимо было задержать, а для этого не надо оборонять непригодные для передвижения войск леса и болота, надо всего лишь удерживать дороги. Для замедления противника Панфилов применил старую тактику кочевников. Советские отряды внезапно атаковали немецкие колонны на марше, заставляя их развернуться в боевой порядок. Когда же немцы организовывали сопротивление, красноармейцы растворялись в лесу, заманивая противника за собой, а потом резко уходили от преследования и снова атаковали врага уже в другом месте. Немцы, отбивая такие атаки, теряли драгоценное время и уже не могли спокойно вернуться на шоссе. Они всегда ожидали новой атаки и их продвижение к Москве замедлилось. Эту тактику внезапных атак называли петлей или пружиной Панфилова. Очень умело ей пользовался Бауржан Мамышулы, тогда еще командир батальона 1073-го Толгарского стрелкового полка. Иван Васильевич Панфилов, чтобы самому видеть все происходящее, располагал свой штаб практически на передовой. Это позволяло мгновенно реагировать на все изменения боя, что увеличивало боеспособность дивизии, а также воодушевляло сражающихся солдат. Которые часто во время битвы видели своего генерала. Когда немцы ворвались в Волоколамск и бои уже шли на улицах города, Панфилов, чтобы успокоить своих штабных, вызвал парикмахера. Но парикмахер, услышав канонаду, бросил свою работу на половине и сбежал. Тогда Панфилов вежливо попросил своего начальника штаба, чтобы тот закончил работу за парикмахером. Только после стрижки Панфилов приказал начинать эвакуацию штаба. Простые солдаты и командиры боготворили своего генерала, который научил их воевать и побеждать самого лютого врага. Они называли его батей. Панфилов же следил за тем, чтобы его бойцы были полностью обеспечены всем необходимым. Он даже уже находясь на передовой и решая боевые задачи, всегда находил время, чтобы лично заказывать валенки, питание и даже табак для рядовых солдат. За героические действия под Волоколамском 17 ноября 1941 года 316-я дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а на следующий день преобразована в 8-ю гвардейскую. В этот день генерал Панфилов был в хорошем настроении, много шутил и принимал поздравления. Московские корреспонденты, находящиеся в штабе Панфилова, сделали снимок генерала. Это фото оказалось последним. Еще утром 18 ноября два десятка танков и цепи мотопехоты стали окружать деревню Гусенева, где находился КП Панфилова. Немцы обстреливали деревню из минометов, но огонь был неприцельным и на него не обращали внимания. Когда Панфилову сообщили о танковой атаке противника, то он поспешил на улицу. Немецкая мина взорвалась рядом с генералом и Панфилов стал медленно оседать на землю. Крошечный осколок пробил висок, и генерал умер на руках своих боевых товарищей. Сообщение о смерти генерала Панфилова потрясло и дивизию, и всю 16-ю армию. Солдаты, узнав о смерти своего генерала, рыдали в голос, как малые дети. Это была тяжелейшая утрата для них. Танкисты Лавриненко, увидев, как несут генерала, в отчаянном рывке бросились на врага и отбили немецкую танковую атаку, уничтожив семь танков противника. Иван Васильевич Панфилов с воинскими почестями был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, а 23 ноября 8-я гвардейская стрелковая дивизия получила имя своего командира, став второй именной дивизией Советского Союза после легендарной Чапаевской. С этого дня солдаты 8-й гвардейской стали носить гордое имя – Панфиловцы. Недолго еще немцам удавалось стеснить советские части. Пришло время, и у деревни Крюково сжалась до предела пружина Панфилова. Его солдаты сросли с землей и не пустили фашистов дальше. 30 ноября 1941 года вместе с другими частями Красной Армии погнали захватчиков обратно на запад. И в 1945 года на стене разрушенного Рейхстага появилась надпись «Мы – Панфиловцы! Спасибо, батя за валенки!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok